Так, ну чё, здорово, YouTube, с вами Джон, он же ТВАП в среду 312. Сегодня в этом ролике мы будем читать на этой неделе Банджо от 11.24.2021 года. Мы тут у себя на обложке видим охотника с голокорном, так что... Или это варлок, ну вроде охотник. Так что не будем больше время тянуть, после вашего лайка, какого-нибудь комментария, подписки на канал, если ещё не подписаны, мы, собственно, начнём. Итак, на этой неделе Банджо мы начинаем отмечать Галла... Гьялярдейс. Ранее, на этой неделе в ТВАПе... Да, в общем, на этой неделе ТВАП у нас рано, но он короткий. Но это из-за того, что у них, как бы сказать, День Благодарения. Соответственно, я на прошлой неделе, когда я его читал, подумал, что это опечатка была, но нет. На этой неделе мы его читаем в среду, а в четверг Банджо будет отдыхать. В общем, здесь, в Соединённых Штатах, ну у них точнее, да, небольшая неделя из-за того, что праздник, связанный с индейкой, происходит во время которого множество благодарностей выдаётся. То есть, будут ли у вас эти выходные или нет, надеемся, вы пройдёте их с семьёй. Но чувствуете себя достаточно свободными, чтобы заскочить Дейсни. В общем, можете заоценить Гьялярхорн. Начиная на этой неделе, в Банджо Сторе начинаются так называемые Гьялярдни, которые отсчитывают время до дебюта Гьялярхорна, ну Галахорна, в Дейсни 2. Празднование завершается, ну, идёт с 23 ноября по 7 декабря. Трое из наших партнёров, Just Geek, Level Up Wear, Loot Crate, также предложат небольшие дискаунты в лицензированном Миншердайзе, касаемо Дейсни. Касаемо Дейсни, да. Во время этих ограничено Гьялярдейс. Так что следите за всем этим делом. Можете заоценить Гьялярдейс в Банджо Сторе, для того, чтобы узнать больше информации по дискаунтам, скидочкам, различным подаркам и всему остальному. Новые продукты, эмблемки к покупке, распродажа, 10% от однодневной Black Friday, ну, то есть у нас Чёрная Пятница будет в эту пятницу, 50% скидка на саундтреки в понедельник и так далее. Подарки Гьялярдейс, которые вернутся, ну, для бесплатных подарков. У нас также будет несколько вещей, доступных через награды Банджо. Вы можете их заклеймить через экзотический какой-то Спэрроу в игре, если купить... А, вы можете приобрести какой-то экзотический Спэрроу, если купите Худи. Но я надеюсь, он не будет сломанным, ах. Как какой-нибудь мотик из Истребителя Прошлого. Ну ладно. Вы также можете приобрести эксклюзивную монетку, связанную с завершением мастера-картографа Триумфа. Тут не помню, кидали то, что с одного сайта небольшая утечка была, то, что у нас возможно вернуться три офкоина с тройкой монет. Но это та валюта, которую мы покупали у Зура, чтобы нам падали экзоты чаще. Конечно, вряд ли в таком виде в игре появится, но может быть чисто в виде отсылочки. Дальше что у нас тут идёт? Залетайте! Теперь переходим к службе поддержки. 30-летний пак запустится 7 декабря 2021 года и будет функционировать как DLC, такая как «За гранью света» или «Обитель теней». Это не будет считаться сезонным контентом. Лицензии DLC не будут распространяться между платформами через кросс-сейф, как это делают сезоны. Это означает то, что 30-летний пак будет доступен исключительно на той платформе, на которой вы его купили, вне зависимости от того, как у вас установлен кросс-сейф. Игроки должны будут купить 30-летний пак на каждой платформе, на которой они собираются получить к ней доступ. Известные ошибки. Пока мы всё ещё исследуем известные ошибки, вот тут у нас присутствует ошибка рутабака. Для полного листа ошибок в 2.0.2 игроки могут ознакомиться с ближайшей статьёй. Ну и дальше тут у нас идут видеоролики недели. Блин, серьёзно, они могли это в твиттере написать. Нафига ради этого выпускать 2.0? Ну ладно. Что касается слепого камня. Ролик. У меня сейчас из игры играет тема, и поверх неё играет ещё тему из видоса. Ну да, тут у нас, я это, в одном из видосов пару дней назад отвечал. 21-го числа, по-моему, была годовщина выхода из ГК. Ну прикольненько. Ладно, идём дальше. Тьма. Ничего себе. Тайм-кодов больше, чем у меня в видосах. А это в ролике было. О, кейдик. Старжевая Бест, Старжевая Башня, ну понятно. В общем, куча разных мест в дейсне. Окей. Ну и естественно, ПВП-монтаж. Куда же без него. Ладно, художники недели. Прикольно. 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 Отлично. Так, ну, 30-летие меньше, чем две недели позади. Я должен признать то, что изображение на этом ТВБе сделало меня очень возбуждённым на эту тему. Ждём и дождёмся, когда вы сможете получить Галахорн себе в руки. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Козма. На этом Вест вам. Так. В общем, вот как это выглядит в этом, в Банжо-Сторе, эти гиалардейсы. То есть здесь у нас каждый день у них какая-то страница в календаре, во время которой происходит какое-то событие. Поэтому, если вы любите там всякие эмблемки коллекционировать, прочие там мерч и так далее, можно обратить внимание. Вот, дальше что у нас тут идёт? Ну вот по поводу тройки монет, что я говорил, да, то, что она там будет где-то валяться, судя по всему, в пещере. Ну, естественно, потому что у нас там будет как-то это подземелье связано с Зуром. И какой же у нас в Зурбе стройки монет? Ну, это его валюта ещё в первой части была. Во второй части она тоже. На каком-то этапе мы при помощи неё у него что-то покупали, а потом на легендарные осколки заменили полностью. Так что любопытненько. Ну и тут на днях вышел подкаст Fire in Range, где несколько людей брали интервью у Кевина, ну, несколько контентмейкеров западных брали интервью у Братюни из Банжи, Кевина Яйница и Эрика Смита. Если кому-то будет интересно, могу отдельный разбор сделать. Собственно, я там уже основные их вопросы выписывал, которые они им задали, и ответы. Просто хочется это сделать ещё вместе с предыдущим подкастом, где брали интервью у Криса Проктора. Но там уже вроде более подробно на 2 часа. Поэтому можно плюсики в комментариях поставить. Ну а на этом, я думаю, наш коротенький видос на сегодня мы пока что закончим. Сейчас только проверю, не написал ли ДМЖ и Козма что-то у себя в Твиттере. В общем, да. Банжи реально решили уйти на праздники. На этой неделе, я так понял, ребаланса экзотов мы уже не дождёмся, но инфы про неё ждём на следующей неделе. Там уже будет, я думаю, более подробная инфа про 30-летний пак ещё в дальнейшем. Ну а сейчас пока что чилим, получается. То есть здесь вот ДМЖ написал заметку, что он на несколько дней возьмёт отпуск. Так что нашли баг, обращайтесь на Bungie.net. Проблемы с серваками, обращайтесь на Bungie.help. Есть фидбэк. Вернёмся с вами на следующей неделе. Ну и как-то так. В общем, ладно, YouTube. Спасибо всем за просмотр. Лайк ставим, комментарий пишем на канал, подписываемся, колокольчик прожимаем. Увидимся в следующих видосах. Ну да.